Ух ты! Это из космоса сняли, что ли? Я сам не знаю. Никогда не видел такую фотографию. И вы не видели? Нет. Эксклюзив. Это наше кольцо на даче. Украденное. Все говорят, рыбалка, рыбалка. Мне нравится, что очень хорошо играет в баскетбол. С трубкой, не вынимая трубку. Вот это вот высший класс. До сих пор поигрываем в баскетбол на даче. А где дача? Дача в Новом Иерусалиме. Это под Истрой. Потрясающее место. С 1935 года у нас эта дача. Гош, пойди сюда. А Гоша сколько и откуда он? Гоша два года. Иди сюда. Но Гоша не самый породистый. А это никто не знает. Его родителей никто не видел. Его подобрали в помойке. Поцеловать. В городе Гуч-Крустальне. Поцеловать. Он нервничает очень, когда ты и шпроты. Шелковый совершенно. Подобрали на помойке. Вот так он прижился. Гош. Гош. Гоша целуется. Скотина. Знаешь, что назвали своего сына в честь Миронова? Отчасти да. Он своего рода крестный был. То есть отчасти только? Нет. Ну, имел отношение к этому. Принятие решения. Они дружили с Андреем. Хорошо. А у Михаила в честь кого назвали Мишей? В честь Михаила. Архангела, царя, президента. Никто из Горбачева. В честь Горбачева. Горбачев был, значит, да, маленький, но уже был. А вас в честь кого Александром назвали? В честь, наверное, Невского. Вы по паспорту Александр Теодорович или прямо Александр Анатольевич по паспорту? Анатольевич. А Теодорович. Есть один какой-то документ. Кстати, он до сих пор у меня стоит. А, да, про деда, про... Да, моего папа, Теодор Густавович. Это вот с этими нашими какими-то кусочками немецкой крови. Вот страна-то у нас непредсказуемая, интересная. Одно время немецкие корни были страшнее, чем еврейские. Когда рядом с театром Сатиры и с театром Моссовета. Там была замечательная дама Инночка Данкман, режиссерша. Красавица, светская дама, ныне покойная. И у ее родителей на Кузнецком мосту был шляпный магазин. И был единственный случай в стране российской, когда в Москве был немецкий погром, а не еврейский. И вся семья Данкманов стояла около магазина и говорила, евреи, евреи, евреи. Без вопросов. Не сегодня. Очевидно, боги посылают неиспытания в этот решающий для меня день. Нет, вы только его послушайте. Боги его испытывают. Молчи, Мещенко. Что? Молчите все. А, кстати, с антисемитизмом у меня хотел сталкиваться? Только на государственном уровне. На житейском почти никогда меня выгоняли после первого курса из института. Просто там все-таки вактанговцы, интеллигентный. Но был указ, как раз было дело врачей. Вовсе это, вся эта история. И сказали, я должен был переходить на второй курс. Вот, цепиться было не за что, там, хорошенький я тогда был. Вот тогда решили меня выгнать за дикцию. И выгнали. Я не сдал экзамен по сценической речи. И ныне покойная, замечательная дама Валентина Павловна Журавлева, жена потрясающего чтеца нашего Дмитрия Николаевича Журавлева, она взяла меня за руку и повела в управление. И стала орать, что вот видите, до чего вы дошли. И она так убедительно орала, что меня восстановили. Но за это велели учить скороговорки. Я роли сейчас плохо учу, многое забываю. А скороговорки 52-го года, я могу тебе сказать, любые. Например. А ты же придумал какую-то... Пожалуйста, у меня было ЩЕЦСА, на ЩЕ могу сказать. Щегленок щупленькой за рощей, нещадно щелкал и пищал. И щевелем, и щукой тощи я тещу тщетно угощал. Что я наделал, как клещами? Вдруг тещу щепнул щенок, таза пищав меня со щами. Кипящий бросила горшок. Я обесчищен, ощевелен, от жажды мщей, где трепещу. Змея свистящая, расщелин, тебе я, теща, отомщу. Воспроизвести невозможно. Это же авторство. Спустя много лет нам говорили учить эту скороговорку на занятиях в том же театральном институте. А вы ходили, кстати, на спектакли родительские? Он жил за кулисами. Я играл с Мироновым, мне было лет 8. Это был первый и последний спектакль в Киеве. Прямо рядом со сцены, вот кулиса. В первой кулисе. И сидел вместе с мальчиком товарищ, тоже сын там кого-то из театра. И мы с ним уныло сидим, смотрим. Вдруг он, а там вот такая узкость. Вдруг он берет свой стул, переходит передо мной, ставит и садится. А, вот тут появился смысл моего существования здесь. Я беру свой стул, переношу перед ним. Может, что там происходит? Он, так мы играли, играли, наконец я перенес, все, все, сижу, он не идет. А там монолог Андрея. Мучительный, страдальческий, главный монолог спектакля. Он один носится по сцене, переживает. Сюзанна. Мельком увидел меня. Ну, и до этого он видел, что мы там сидим. Но тут как-то по-особому увидел. Потом у него просто вытаращиваются глаза. Я не понимаю, что такое. Я поворачиваю голову, а я сижу в беседке на сцене. На сцене? На сцене. На меня смотрит весь зал, как я сижу на стульчике и слушаю монолог. Я, естественно, схватил стул, пометался, пометался. Там кулиса занята, там сидит этот. Я пометался и куда-то убежал. Это как раз перед антрактом. Я успел завернуться в кулису и вот так встать. Потому что он бегал, говорил, дайте мне топор. Он хотел меня зарубить. Где он? Где он? Он весь антракт я простоял в кулисе, потом как-то рассосалось. Потом уже сосмел. Но тогда убил бы. Если бы был топор, и я бы попался под руку. Аксиома, что на сцене животное и ребенка переиграть невозможно. В тот случай, когда я переиграл Миронова. Вот так теперь рассказываю. Потому что он был естественным. Запах кулис. Сколько воспоминаний. Сколько интриг. Приветствую вас, друзья и недорогие. Вот этот формат, когда в гости приходит человек, он и плох, и хорош одновременно. С одной стороны, очевидный минус. Потому что, если тебя пригласили позавтракать, то не с руки задавать неудобные вопросы. Ну, так просто не делается. Ну, то есть, можно, конечно, включить. Да, такой проект долго не протянет. А плюсы тоже есть. Потому что, если тебя угощают, и ты ешь с аппетитом, или выпиваешь, как вот с Александром Ширином, бутылку водки уговорили до начала латора. То собеседник сам может сделать какую-то подачу и рассказать о чем-нибудь, о том, о чем раньше я рассказывал. Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok